Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Самым лучшим налогом является наименьший. Немногие добровольцы пошли на эксперимент, проводивые с 1 июля до 31 декабря этого года, в части уплаты налогов единым платежом. Но уже в следующем году у налогоплательщиков такого выбора не будет. Единый налоговый платеж ЕНП из добровольного действия станет обязательным. В нашем новом видео проанализируем плюсы и минусы нового порядка уплаты налогов. Несколько слов о том, зачем, собственно, нужен ЕНП. Единый налоговый платеж позволит компаниям перечислять налоги, а также взносы, включая авансовые платежи, пение, проценты и штрафы одной платежкой. До этого будет открыть единый счет в федеральном казначействе. На этот же счет налоговики зачислят переплату излишней взысканной налоги, взносы и санкции. Безусловным и самым главным преимуществом является снижение количества платежей. Вместо нескольких платежек будет всего одна, что позволит избежать ошибок при заполнении реквизитов каждой платежки. При ЕНП исчезнет ситуация, когда по одному налогу числится переплата, а по другому – недоимка. Налоговики сами отрегулируют платежи. Еще одним плюсом является установление единой даты платежа. Бухгалтеру не придется следить за датами уплаты конкретных налогов и взносов. В том случае, если возникла переплата, то деньги быстрее вернуть с ЕНП. Налогоплательщики направят заявление в казначейство и в течение одного дня вернут деньги. Таким образом, срок возврата сокращается в 10 раз. Блокировку по счету также можно снять за один день. Налогоплательщики смогут увидеть детализацию своих платежей и разноску по вида налогов. Как вы думаете, жители какой страны, а вернее княжества, не платят налоги? Об этом расскажет специалист по связи с общественностью компания Русская Ксения Снова. Это расположенное на французской ривьере маленькое, но известное и весьма богатое княжество Монако. Резиденты этой страны не платят ни налог на прибыль, ни на роскошь, ни на капитал. Но как же это княжество остается самым богатым в Европе? Ответ – азартные игры. Государственный бюджет содержится за счет этого развлечения, в котором, между прочим, разрешено участвовать только иностранцам. Продолжим. А теперь ложка дегтя. Несмотря на то, что преимуществом ЕНП является упрощение документа оборота, на практике упрощение выглядит весьма условно. Дело в том, что за пять дней до установленного срока уплаты налога налогоплательщик должен подать уведомление налоговикам о сумме начисленных налогов. В уведомлении необходимо заполнить пять реквизитов – ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты налога – взносом. Если бухгалтер не предоставит уведомление, то его будет ждать штраф в размере 200 рублей за каждый непредоставленный документ. Например, 20 июля нужно сообщить налоговикам о сумме начисленного НДС. Это означает, что в этот срок уже должен быть сверен НДС и сформирована в бухгалтерской программе налоговой декларации. Однако на практике точная сумма налога к уплате возникает менее чем за пять дней до установленного срока оплаты. Никаких уточненных уведомлений законодателям не предусмотрено. На сайте налоговиков размещена информация, что при уточнении платежа используется та же форма уведомления. А если после предоставления декларации сумма налога не совпадает с заявленной в уведомлении, то берется сумма из декларации. Существенным недостатком новой системы платежей является бесплатное кредитование бюджета. Еще одним важнейшим минусом является наделение налоговиков полномочиями распределять платежи самостоятельно внутри налогов. При недостатке денег на счете налоговики будут распределять деньги пропорционально начисленным налогам. В этом случае компания лишена права распорядиться своими деньгами. Например, сначала оплатить текущую задолженность, а потом погасить недоимку. При этом недоимки может и не быть, либо налогоподельщик ее оспаривает. Налоги – чуть ли не наиболее сложная область в работе любого бизнеса. Контролирующие инстанции строго следят за соблюдением правильности их начисления сроками уплаты и пренебрежения требований закона чревато серьезными последствиями. Для получения помощи юриста в компании Роско позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Несмотря на то, что налоговики заверяют, что вся разноска ЕНП будет осуществляться автоматически, сейчас также у налоговых органов это делает специальная программа. Но как показывает многолетняя практика, налоговики, вернее их программа, нередко допускают ошибки при разноске платежей. А расхлебывать эти ошибки опять придется налогоплательщикам. Значит ли это, что теперь не надо вести учет, а просто отправлять деньги в ПНС? С введением ЕНП в бухгалтерском учете для компании ничего не изменилось. Более того, бухгалтерам как никогда нужно контролировать сверху платежей по всем налогам. Направленные фискалом начисления должны совпадать с данными бухгалтерского учета компании. Во многих автоматизированных бухгалтерских программах уже реализована возможность применять специальные счета для оплаты ЕНП. Например, в программе 1С-бухгалтерия уже сейчас есть возможность учитывать единый налоговый платеж на счете 68.90 и формировать уведомления налоговикам. А далее при закрытии периода выполняется распределение ЕНП, учтенного на счете 68.90. Например, в 1С формируется проботка. Дебит 68.01.1, кредит 68.90. Задолженность по НДФЛ перенесена на счет 68.90, единый налоговый платеж. Если по каким-то причинам возникнет отрицательная сальда по налогам, то фискалы выставят требования о плате налога. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин